Привет, дорогой друг, с тобой Паша Пиаваров, и сегодня я хочу поговорить на интересную тему. Размышления о ней меня натолкнула Mass Effect Andromeda. Я думаю, многие из вас уже успели к этому моменту пройти игру и остаться от нее в какой-то степени довольным. Часто, особенно от коллег, я слышал мнение, что все претензии к игре справедливы. Шестерки, пятерки справедливы, но они играют, и они получают удовольствие, несмотря ни на что. И я не могу их ругать, потому что когда-то я тоже играл в плохие игры, которые мне очень и очень нравились. И сегодня я решил о них рассказать. Это будут две игры, Альфа Протокол и Мафия Третья. Да, две плохие игры, которые мне очень сильно понравились, и сейчас я расскажу почему. Поехали! Альфа Протокол. Это шпионская РПГ от Obsidian, которая вышла в 2010 году. И надо ли говорить о том, что игра провалилась? Потому что мы не видели Альфа Протокол 2, а прошло уже 7 лет. И согласитесь, что в 21 веке, если у игры нет сиквела, хотя бы под другим названием, но с той же механикой, то значит игра провалилась. С Альфа Протокол все произошло именно так. Она была плоха очень во многом, но благодаря ей я научился играть в стелс-игры. Хотя раньше я этого не делал. И не потому, что здесь была какая-то классная стелс-механика, а просто потому, что отвратительная стелс-механика была все-таки лучше, чем супер-отвратительная механика стрельбы. Вы просто подумайте, меткость главного героя была привязана к скиллам. То есть, чтобы научиться метко стрелять, надо было прокачивать стрельбу. Иначе попадать у вас просто не получалось бы. Чтобы хорошо и эффективно обходить врагов, нужно было прокачиваться. Но все это не имело значения, когда на вас вываливался босс, и вы понимали, что единственное, чему здесь надо было учиться, это стрельбе. Вспомните Deus Ex Human Revolution. Там была такая проблема, но даже там были не настолько ужасные, сложные, отвратительные боссы, как в Альфа Протокол, которые действительно заставляли пропадеть. И я не помню, как прокачиваясь в стелс, я чудом их проходил. Но, видимо, качался как-то чуточку балансно. Когда игра не сталкивала вас с отвратительными, непроходимыми боссами, она просто закидывала вас толпами врагов. А учитывая корявое управление, то, что герой постоянно приклеивался к укрытиям, то, что вокруг него все постоянно взрывалось, проходить эти толпы было очень-очень-очень трудно. И первые несколько часов этой игры я действительно собирался ее бросить. Каким-то чудом я дошел до завязки игры, и там уже не смог оторваться. Альфа Протокол вышла после первых двух Mass Effect. Идеологи, персонажи, история. Все это было на уровне тогдашней BioWare. Казалось бы, банальная завязка, что вот вы, агент в тайной организации, и вот у террористов откуда-то взялись супер-пупер навороченные ракеты, и вы понимаете, что передал их террористам кто-то из вашей организации, вам нужно вычислить крота, но вот незадача главного героя объявляют врагом нации. И ему приходится прятаться по всему миру и пытаться распутать клубок заговора. И вроде бы давно избитая для фильмов, сериалов и книг тема, в RPG получает очень интересный поворот, потому что вы агент под прикрытием. И вы догадались, что вас сейчас раскусят. Как вам быть, как поступить, раскрыться, не раскрыться, спалиться, как повести. А еще вот эти вот диалоги, где у вас нет времени подумать, у вас реально есть таймер, вам нужно быстро выбрать какой-то один из вариантов. Это все добавляло накала, особенно в разговорах, когда вот сейчас вот важно отыграть роль. Важно показать, что вы не тот человек, за которым охотится весь мир. Это было очень круто. А сколько локаций? Италия, Россия, США, Тайвань, террористы, русская мафия, тайная китайская полиция, бравые напарники, куча гаджетов, продвинутые технологии. Все, что нужно для классной шпионской истории. И, конечно же, сюжетные решения, которые влияли не только на концовку, а то, с какими персонажами вы до нее дойдете. Потому что некоторых можно убить, некоторых убедить перейти на свою сторону и так далее. И все это было очень-очень-очень круто. Действительно, диалоги, ролевая система — это то, чего не хватало шпионским играм, наверное, все время до Альфа Протокол. Так что я, увлеченный сюжетами, всеми немногими положительными аспектами игры, действительно прошел ее до конца, с большими мучениями, преодолевая все трудности геймплея. Но вот эта игра стала для меня примером того, что иногда сценарий может вытянуть всю игру, вне зависимости от того, насколько плохо в ней сделаны все остальные элементы. Поэтому Альфа Протокол — это одна из лучших плохих игр, которые я когда-либо видел. И знаете, мне даже захотелось ее перепройти, но я не советую это делать никому из вас. Может быть, кого-то мой монолог и смотивирует, но если что, я вас отговаривал как мог. Так что играйте на свой страх и риск. И переходим к следующей плохой игре. «Мафия 3». Эта история совсем недавняя, поэтому здесь меня память вряд ли будет подводить. И да, я ругал эту игру на выходе, я ругал в видео, я ругал на стриме, я ругал ее в подкасте. Это, правда, не продолжение «Мафии». Эта игра не достойна называться просто «Мафия 3». Эта игра, правда, плохая. Объективно, там есть классный сюжет, но его преступно мало. Там есть классные задания, их очень-очень мало. Большая часть времени — это гринд. Там есть дополнительные задания для того, чтобы увеличить доходы подчиненных главного героя, которые заключаются в том, что вам нужно ехать в село местное и привозить оттуда машины раз за разом в каждый новый вот захваченный район. При этом это каждый раз одно и то же. Для никого есть огромные грузовики. Для другого — машина с самогоном. При этом неважно, какой район вы ему отдали. Это может быть ночной клуб, куда логично отвезти самогон. Это может быть какой-то конгресс-центр, куда... Зачем он там нужен? Почему надо делать это каждый раз? Каждый раз одно и то же. Для очаровательной барышни и гаитянки нужно собирать наркотики. Это, пожалуй, самое отвратительное, потому что вам нужно ездить на лодке туда-сюда. Потом на лодке приехать и еще раз ехать на грузовике. Но я выполнил все эти задания в игре. Просто потому что мне давали цель поехать куда-то далеко-далеко на машине. И я это делал, потому что в «Мафии 3» мне очень понравилось ездить на машинах. Ездить на машинах и стрелять. Два аспекта игры, которые настолько пришлись мне по душе, что я прошел ее, выполнив все вот эти вот отвратительные задания. Оружие в «Мафии» действительно ощущаются. Когда ты стреляешь противника, который стоит спиной к стене и падая на стену, он по ней съезжает, это классно. Когда ты видишь, как дробовик реально откидывает противника. И это потрясающе. Машины, которые ты чувствуешь. Каждая машина, она отличается от другой. То есть можно просто вот убрать модельки машин, оставить одну. И я просто потому как вот я еду, я буду говорить, какая это именно марка. Вот настолько у каждой машины в игре есть характер. И вообще «Мафия» это довольно досадный случай. Я вижу во многих мелочах то, как талантливые люди старались, но у них не получилось. Подвели, может быть, бюджет, может быть, сроки. Но разработчики подумали о том, что когда вы въезжаете в тоннель, на радио должны начаться помехи. Мелочь. Но у них было это в плане. А значит такие вещи, как интересные задания, быстрое перемещение и многое-многое другое, они просто не успели доделать. Поэтому лично я благодарен Hangar 13 просто за то, что они старались. Наверное, этого не оправдывал даже сюжет, который, ну, довольно быстро можно посмотреть в Ютубе. Но именно сам процесс, геймплей, стрельба, вождение, это все доставило мне огромное удовольствие. Поэтому «Мафия 3» тоже входит в мой список лучших, худших игр в истории человечества по версии Паши Пивоварова. И в нее я тоже вам не советую играть. Но вы же понимаете, что, может быть, кому-то когда-нибудь и стоит с какой-нибудь очень большой скидкой. Вот такие вот мои откровения. Ребят, пишите в комментарии свои, поделитесь играми, если вы не стыдитесь этого сильно, плохими играми, которые вам очень-очень понравились. Давайте посмотрим, может быть, к чему-то из когда-то разруганного критиками стоит присмотреться. А с вами был Паш Пивоваров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на kanuba.ru И до встречи на том же самом сайте. Субтитры сделал DimaTorzok